Вы даже не представляете, во что пропаганда одичалых превратила битву за город Бахмут. По масштабу и качеству применяемых метафор и эпитетов, она давно затмила Сталинград и вплотную приблизилась к легендарной осаде Трои. К сожалению, из-за санкций Кабаевский союзмультфильм не смог пригласить голливудских актеров, а доморощенные звезды наотрез отказались участвовать в кровавом реалити-шоу. За всех отдувался Пригожин. Он был и Хиллесом, и Одиссеем, и Аяксом, и Амазонкой Пантеселеей. Критические моменты, когда ЗСУ отказывалось участвовать в постановке, Пригожин отыгрывал за Париса и за Гектора. В суфлерском колпаке все акты этой драмы отработал наш спецкор на удаленке террорист-билетрист Стрелков Гиркин. В кульминационные моменты он не только подсказывал, но и поправлял Гомера окриками «Ты что, слепой, не видишь, что обходит по флангам?» Я не буду ввязываться в спор Пригожина и спикеров ЗСУ, сколько дециметров города занято нашими и вражескими подразделениями. На данный момент в стратегическом плане это абсолютно не важно. Но справедливости ради, ЧВК Вагнер и кадровая армия Лаптиканды, превратив город в руины, выдавили наши войска на околицы города. В свою очередь подразделения ЗСУ пытаются взять город в оперативное окружение. Доброго вечера. Мы из Украины. Выдаетесь проект «Украина в огни». На этом моменте ставим лайки, делаем перепосты, ну а чуть позже пишите свои комментарии. Несмотря на свои скромные размеры, Бахмут стал важной вехой в этой войне. Примечательно, что на данный момент неясно, для кого битва за Бахмут станет триумфом, а для кого – поражением. Обе стороны утверждают, что в Бахмуте перемалывали наступательный потенциал друг друга. Кому верить? Фактам. ЗСУ по-прежнему готовится к наступлению и локально рвет фланги кадровой армии Лаптиканды. Сам же Пригожин официально заявил, что Вагнер больше не наступает, а с 25 мая покидают зону боевых действий и уходит на переформирование, дооснащение и дообучение. Были ли комментарии из суфлёрской будки Гиркина? Ну разумеется. Он считает, что битва за райцентр – это очередной провал Лаптиканды на фронте. Взятие Бахмута не привело к прорыву фронта, а в пустую израсходовало боеприпасы, вооружение и лучшую штурмовую пехоту одичалых. По сути, Вагнер с неимоверным трудом прополз через весь город и сдохнув на его околицах. Зато в плане пиара и продвижения себя как бренда Пригожин преуспел. У Гиркина, который запустил свой политический проект «Клуб рассерженных патриотов», от этого кровоточат глаза и жёлчь идёт горлом. Ведь наш террорист собрался на выборы в Лаптиканде, и герой Новороссии чует горячее дыхание князя Бахмута у себя на загривке. Здесь я готов согласиться с нашим спецкором. Завалив всю свою армию, Пригожин хоть на час, хоть на сутки, но формально город взял. Поздравительная открытка от Путина прибыла. Мандарина Садомян скупо по-суворовски подписала видео с водружением флага. Спасибо, парни. Обратите внимание, не спасибо второй армии в мире, не Айлав Кужигедович и Никабаев всех переиграл. Поверьте, это не случайно. Филейная часть мандарины – это самый точный прибор, который мгновенно реагирует на смену направления ветра в кремлёвских коридорах. Политологи и аналитики против зада Садомян – это средневековый флюгер супротив адронного коллайдера. Пригожин реально выиграет свою медийную победу в Лаптиканде. Пацан пообещал пахану взять Бахмут, пацан сделал. А бакланы из Министерства обороны опять обфакапились. Нагадую, что партнер проекту страховая компания «Экспресс Страхование». Это единственная компания в Украине с уникальным сервисом до полного восстановления авто на официальных СТО. Вообще, Шойгу и его Герасим действительно выглядят жалко. У них в жизни было две задачи – врать старику Кабаеву про вторую армию в мире и делать все, чтобы он никогда не пытался проверить эту самую армию в реальном бою. Вторую задачу они провалили. А гений Евгений, он же Пригожин, их переиграл и перевоевал. Теперь осталось понять, верны ли подозрения Стрелкова о политических амбициях главы Вагнера, не станет ли он солдатским генералом, народным трибуном, не присвоит ли себе имя Валькирий Пригожин и не пойдет ли штурмовать политические олимпы-лаптиканды, штурмовать гибридно, с использованием плащей, кинжалов, подкупа и немного гранатометов. Или окажется менее амбициозным и тихо отчалит в Африку доить местных диктаторов на алмазы и золото. Здесь пока нет однозначного ответа. Но наш бдительный чекист подозревает Валькирия не только в президентских амбициях. Пригожин по всему своему поведению это не русский человек. Поэтому вполне логично было объяснить, это не только его профессиональной деятельностью уголовника и прислуги, полового в трактире условно говоря, трактирщика, но и его национальностью. Он обыкновенный местечковый шинкарь по своему происхождению и по своему поведению. Да еще и с уголовным прошлым, не говоря о том, что он просто исключительный хам. Знаете, у меня есть друзья евреи, приятели евреи, они не стесняются признавать свою национальность, это нормально. И я их никогда не попрекнул ни национальностью, ни чем другим. Потому что они ведут себя нормально. Но когда я ищу объяснение поведению какого-то человека, я рассматриваю его со всех сторон, в том числе со стороны пятой графы. И это нормально, это нормальная практика. Как говорится, Игорь Иванович в жизни не любил две вещи, евреев и нацизм. Вообще по спичу чувствуется какая-то обида нашего белогвардейца в Буденновке на обслуживающий персонал трактиров и в целом на рестораторов. Я даже через экран чувствую, с каким удовольствием поручик-стрелков проиграл бы на гусарской пирушке трактир Пригожина вместе с деревенькой из приданого жены. Как говорится, в младенском задоре и алкогольном угаре. Сейчас не 18-е столетие на дворе, воскликнет зритель. Крепостное право давно прошло. Отнюдь нет, господа дворяне. Оно возрождается вместе с империей. Теперь слово матерям, женам, дочерям и любовницам неокрепостных лаптиканды. Слушайте и не говорите, что не видели. Перед отправкой парней окружили с автоматами ветераны. Мужчины не смогли отстоять и их увезли в неизвестном направлении. Также, со слов ветеранов, наши мобилизованные парни были куплены ими за 25 тысяч рублей за голову. Поэтому они имеют право отправлять их, куда им вздумается. Самое интересное, что ветераны с ними на боевые действия не ездят, помощь не оказывают. Мы просим вас посодействовать нашим бойцам, чтобы они вышли не на первую, а на третью и четвертую линию обороны. Бригада ветераны купили себе немного русской пехоты. Дорогие русские бабы, я специально уточнял. 312 долларов за голову необученного мясного штурмовика – это вполне приличные деньги. У них незначительный срок эксплуатации и крайне слабая эффективность. Другой вопрос – почему часть этих денег не были переданы будущим вдовам? Почему материнские комитеты не принимают участие в разделе этих денег? А к Путину по таким мелким суммам я бы не обращался. Не его уровень. А ветераны молодцы. Очевидно, что для привлечения оборотных средств грабят местных и приторговывают оружием и амуницией. Но, как говорит дочь Пескова в Париже, аля гер ком аля гер. Если дела у ветеранов пойдут в гору, а ребята они талантливые, предвижу открытие первого рынка одноразовых крепостных гладиаторов. Из названий предлагаю «Русский рыцарь», «Пучок солдатов» или «Тушки пушкинистов». А там, глядишь, и выход на биржу с возможностью бартерного обмена и оплатой в крипте будет. Итоги подведем. История с Бахмутом не закончена. У нее открытый финал. Ближайшие недели покажут, Бахмут это пригожинский троянский конь или свинья, которую генерал Сырский подложил одичалым. А наш выпуск мы закончим самолетиками. Вчера дедушка Байден очень круто пошутил в ответ на вопрос об ужасающем риске передать F-16 Украине. Джо был краток. Да, это ужасающий риск для русских. В ответ Лаптиканда уже объявила о создании элитных эскадрильей истребителей и бомбардировщиков. Они будут набраны из военных пенсионеров. Рабочее название группы – Шторм. Лаптиканда традиционно не сообщает, куда делись летчики-асы до пенсионного возраста. Но мы все прекрасно догадываемся, что они стали участниками барбекю-проекта в Украине и теперь являются членами многочисленного авиационного отряда «Полный штиль». Также, по непроверенным данным, Министерство обороны Лаптиканды формирует элитные передвижные публичные дома. Набор производят из пенсионеров индустрии, которые имеют большой опыт работы на федеральных трассах страны и неперехотливы в быту. Рабочее название проекта – «Буря и натиск». Слоган – «200» и «Мы вместе». На этом все. Вы смотрели проект «Украина в огне». Помните, что империя будет уничтожена. Слава Украине!